Новый год, Новый год, вот это шарики, но кушки, Новый год, Новый год, и с отец на все против, Новый год, Новый год, семья дати, пока души отпугать, Новый год, и куда ты ходи. Благотворительный проект «Дари тепло» организовал для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, новогоннюю елку желаний. А вот площадку для проведения мероприятия пришлось выбрать побольше, потому что за минувший год число ребят под опекой благотворительного проекта значительно возросло. В этом году в проект прибавилось много детей, 92 ребенка поздравят сегодня на елке, к сожалению, многие не смогли прийти с того, что болеют, но 92 подарка собрали. К каждому подарку, помимо желания, мы добавили сладкий подарок, это 1 килограмм конфет, 92 килограмма конфет мы сегодня привезли для наших детей. Приготовили анимационную программу, приготовили концертные номера, ну и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка придут, поздравят и подарят подарки. И самое интересное, у нас сегодня будут огромные трехметровые ростовые медведи. Уже шесть лет подряд благотворительный проект «Дарить тепло» не оставляет без внимания семьи, нуждающиеся в поддержке. Его создатель и идейный вдохновитель Кира Крылова точно знает, как порадовать ребят. Она приглашает на праздники аниматоров и артистов. А площадкой для проведения елки стал дворец культуры «Юбилейный», коллективы которого тоже преподнесли детям яркие творческие подарки. В организации праздника «Дарить тепло» Новый год благотворительному проекту также помогал Центр культуры спорта и работы с молодежью «Радость» села Ошитково. А из Дома культуры Харлова «Родник» приехали веселые аниматоры, которые придумали и провели для детей большую развлекательную программу. Но на этом сюрпризы не закончились. Фишкой праздника стала гигантская ростовая кукла-медведя, которая вызвала у ребят восторг, пропорциональность своим размерам. И какой же Новый год без Деда Мороза и Снегурочки. Ребята с нетерпением ждали их весь вечер. И когда те пришли, гурьбой ринулись к ним. Дед Мороз и Снегурочка водились. Ребята с ребятами хороводы и танцевали. А в завершении вечера самые смелые из детей рассказали стихотворения и заслужили новогодние подарки. Ни пьем петла, ни курочка. Вот мы любим Деда Мороза. Проект «Дари тепло в Новый год» вышел действительно масштабным. И даже те дети, которые не смогли рассказать праздничный стишок, не остались без подарков. Анастасия Сибирякова, Евгений Стародубов. Новости Искровект.